В горячую линию обратилась Любовь Николаевна Солдатова из Ейска. Она рассказала, что купила новую стиральную машинку, а она оказалась бушная. Сейчас нам предстоит выяснить, кто нарушил права пенсионерки и почему она уже несколько лет не может добиться справедливости. Горячую линию Любовь Николаевна встретила в кабинете адвоката. Четыре года назад пенсионерка хотела вернуть товар продавцу и поняла, одной ей не справится. Мне любая бушная машинка не нужна, я покупала новую. Сейчас по документам стиральная машинка находится в Ейске по адресу Армавирская, 45, дробь 2. Предприниматель Андрей Рощин возвращать деньги за товар бывшего в употреблении отказался. От лица Рощина с горячей линией общается его представитель. Продажей пушки с товаров предприниматель Рощин не занимался. Если бы вы инфаркт получили, в больнице бы лежали, тогда был бы другой разговор. Четыре года назад Любовь Николаевна пришла за стиральной машинкой в магазин техники ИП Рощина. Женщине понравилась модель за 8700 рублей. Продавец пояснил, цена снижена из-за вмятины и царапины, а так машинка новая. Мы с этим согласились, купили. Дома Любовь Николаевна заплатила 300 рублей за доставку и начала распаковывать покупку. Тогда-то и выяснила, стиральная машинка совсем не новая. Оказалось, там гарантийный талон и сама книжка все от ксерокоплена. И сразу я поняла, что она не новая. Мы наутро поехали в этот магазин. В договоре-то не указано, что она была в ремонте. Нет, а вы докажете, мы вам ничего не менять, ничего, мы ни деньги ворачивать, мы вам не будем. Любовь Николаевна была готова доплатить и поменять товар на новый, но в магазине на уступки не пошли. Тогда пенсионерка обратилась к адвокату Ане Деряженцевой. В 18-м мы написали претензии Рощину сквозь заменить машинку, потому что от потребителя была скрыта информация, что машинка является глушной. И человек, когда обнаружил это буквально, прошло и суток, сутки там устекали на свящий день, мы предъявили претензию в соответствии с законом защиты прав потребителей, считали, что закон на стороне гражданина. Но Рощин ответил, что машинка рабочая. Менять товар или возвращать деньги он не собирается. Если что-то не нравится, идите в суд. Любовь Николаевна сначала обратилась к экспертам. Вызвали с Краснодара эксперта. Эксперт приехал ко мне домой, машинку только зашел, глянул на заднюю крышку и говорит, о, да тут невооруженным глазом видно, что она была в ремонте. В суде Любовь Николаевна просила вернуть ей 9 тысяч рублей за машинку и доставку. Но судья Белопольская заключение независимой экспертизы, предоставленной Солдатовой, во внимание не приняла. В результате суд назначил повторную экспертизу. Приехала Белопольская судья с его же взрослым адвокатом. Приехали забирать эту машинку. Я возмутилась, почему судья приехала забирать машинку. Ну ладно, согласилась. Они дали расписку, забрали машинку и их эксперт отправили, так как они сказали, в Ростов. Эксперт дал заключение, что машинка рабочая. О том, что она не новая, в заключении эксперта, назначенного судьей, ни слова. Стиральная машинка отправилась к Солдатовой. Но пенсионерка ее забирать побоялась. Ей вообще показалось, что это другой агрегат. Они вот привезли, ставят машину, типа забирай машинку и напиши нам, что претензий к Рощину не имеете. А она говорит, если я сейчас напишу, что не имею претензий, а завтра я ее включу, она у меня задымила или вообще не работает, то вы же подписали, скажите, расписку, поэтому какие претензии к Рощину. В итоге решения судов оказались не в пользу Солдатовой. Все они признали машинку рабочей, с чем в принципе Любовь Николаевна и не спорила. Но ни один из них так и не указал, какая машинка была продана и по Рощиным, новая или бэушная. В результате деньги, потраченные на покупку и разбирательство, Солдатовой вернуть не удалось. Пусть они мне, что я адвокату 10 заплатила, за эксперта 10 заплатила и 10 за мою машинку. Вот хотя бы это, никаких моральных ущербов, хотя уже прошло 4 года. Вы инфаркта не получили, какой вам моральный ущерб? У пенсионерки, к счастью, нет инфаркта, к несчастью, нет машинки. Остались только ксерокопированный гарантийный талон и куча судебных документов. Документации? Не попроси, не трогай. Да, не трогай. Отошел в сторону. Горячая линия вместе с Любовью Солдатовой и адвокатом Анной Деряженцевой едет на Армавирскую 45, друг 2. В суде представитель Рощина заявил, там упакованная и опечатанная экспертом хранится стиральная машинка пенсионерки. Горячая линия попросила продавца пригласить хозяина магазина. Из торгового зала появился мужчина. Мы попытались узнать, хранится ли по этому адресу стиральная машинка и принадлежит ли этот магазин бизнесмену Рощину. Но мужчина разговаривать с нами не захотел. Закон СМИ говорит о том, что мы находимся в общественном месте. Мы вызываем сейчас подняцию. Это частное территория. Нет, это общественное место. Частное территория, это ваша касса, бытовка и все остальное. Мы находимся в общественном месте. Разрешение собственника есть? Нет. Это общественное место. Это магазин или ваша квартира? Выщите, стоп. Это магазин или ваша квартира? Нет, это магазин. Магазин, общественное место. Товарная Армавирская 45, друг 2. А где тут еще у нас Армавирская 45, друг 2? Покажите мне еще одно место. Хорошо, где может быть склад Рощина? Выщите Рощина Андрея Николаевича. 45, друг 2, да? Да, Рощина Андрея Николаевича, он сейчас здесь не работает. Хорошо, где он работает? Я не знаю. По этому адресу стоит машинка вот этой прекрасной женщины. Вот она написана в этой бумажечке. На этой бумажечке, 45, друг 2, забирайте свою машину. Мы хотим забрать. В чем проблема-то, не поймем. Нет, давайте снимать. Нет, мы будем снимать. На часах еще 14.00, а у магазина неожиданно закончился рабочий день. Всех посторонних попросили покинуть помещение. Гасите свет, да, мы будем стоять и ждать. Не выходим. Давайте вызвать полицию, чтобы разобраться на месте. Давайте вызвать полицию. Давайте. Отлично. Мы приехали за машинкой, машинку нам не дают. Все, я вызываю полицию. Почему? Почему мне дают машинку? Потому что вы меня выгоняете. Да, я вас попрошу выйти. Документации? Не попроси, не строгай. Я попросил. Отошел в сторону. Не тебя трогайте. Я пошел. Руку убрал. Убрал руку, я сказал. А что ты подходишь? Ты кто такой? Разговор не задался, и горячая линия вызвала полицию. Пока ехали полицейские, работники магазина решили отгородиться от горячей линии холодильниками. Стражи правопорядка подоспели, когда последний агрегат закрыл доступ в торговый зал. Нам нужно, чтобы вы приняли заявление от гражданки, потому что нарушены ее права, и она потеряла и деньги, и машинку. Странно. В решении суда чутко написано, машинка находится на 145-22. Горячая линия пригласила чиновников. Приехали представители районной администрации Игорь Симонов и начальник отдела торговли Ейска Александр Еманов. С порога заявили, что для контроля за предпринимателями у них полномочий нет. Он вообще уведомляет, он сможет уведомлять администрацию, может не уведомлять. Сейчас позвоню администрацию, Роспотребнадзору. Как найти, я думаю, это, нам скажут правоохранительные органы. Да, и так, мы сейчас... Человек же не... Сейчас человек, у вас специалист. Мы проедемся и составим заявление, там будет, конечно, проведена проверка. Мы должны разобраться в ситуации, а с нами не хотят разобраться. Нас выгоняем, да. Здесь ИП Роспотребнадзор на данный момент не присутствует. Ну, по адресу-то вот, как написано, бумажечки присутствуют. По адресу, конечно, думаю. Потому что этот магазин здесь буквально вот-вот. Если бы там был другой адрес, я бы на другой адрес поехала. Тогда куда все отсюда делось? Не, ну, я думаю, что нужно найти ИП Роспотребнадзору. Участковый Олег Долгушин пригласил Любовь Солдатову к дознавателям, чтобы разобраться в ситуации. Пишет она заявление, по существу ее опрашивают, и инициирована будет проверка отдела внутренних дел по ИСКО району. И будем опрашивать всех, искать машинку. И Рощина. И Рощина, соответственно. Может она тут рассчитывать на вашу поддержку? Однозначно. То есть, если сейчас она к каким-то вопросам к вам обратится, вы поможете? Да, конечно, будем содействовать. В горячей линии не удалось связаться с господином Рощиным. От его лица в телекомпанию написал его представитель Игорь Бессмертный. Он же прокомментировал ситуацию со стиральной машинкой Солдатовой. Конфликта никакого, в принципе, нет. Уже на протяжении, не знаю, момента понесения решения штук, просто перед закономностью, мы готовы Солдатовой на сегодняшний день вернуть ее стиральную машину. Мы берем крайне такую позицию лояльную в этой ситуации и пытаемся, наоборот, кинуть стопки и отдать ту вещь, которая ей принадлежит. Однако она сама ее не забирает. Почему в день обращения пенсионерки в КП Рощину о том, что нужно поменять товар, она была готова доплатить за новый, вы не поменяли товар и не вернули ей деньги? Вам, наверное, же известен закон о защите прав потребителей? Нет, ну, смотрите, мне известен закон о защите прав потребителей. О, все трудно, я его знаю очень хорошо. Данная ситуация рассматривалась в суде по поводу того, что мы не поменяли этого. Есть решение штук, что все законы, все, и одно, и другое. Скажите, а где сейчас хранится техника Солдатовой? Техника Солдатовой в настоящее время находится в городе Ельфт. По какому адресу? Вот конкретный адрес. Вот пускай Солдат, он либо приезжает, связывает со мной по телефону, я и вы там ее стиральному. Что делать, если купленная новая бытовая техника оказалась бывшей в употреблении, мы спросили у нашего адвоката. Юлия Кувшинова говорит, что сначала надо обращаться в отдел по защите прав потребителей при администрации муниципального образования. Там помогут бесплатно составить претензию. Если такого отдела нет, следует идти к юристам, но это уже платная помощь. Досудебную претензию либо сдаем в сам магазин под роспись лицу, полномоченному продавцу, кассиру с указанием фамилии, даты получения такой претензии с отметкой на втором экземпляре гражданину, либо отправляем заказным писем с уведомлением, почтой. И, соответственно, ждем ответа. После сдачи претензий в магазин нужно подождать ответ. Если продавец на претензию не реагирует, следует идти в суд. Покупатель обращается в суд с исковыми требованиями. Данные правоотношения регулируются законом, федеральным законом о защите прав потребителей. Мы требуем возврата уплаченной суммы по договору купли-продажи. Также все судебные расходы, которые связаны с рассмотрением данного дела, это, как в данном случае, необходимо проведение экспертизы. Также наш эксперт советует при покупке бытовой техники первым делом изучить ее визуально. Внимательно проверить наличие пломб, оригинальной сервисной книжки, инструкции по применению. Нельзя забывать в магазине чек. Если у товара имеются внешние дефекты, такие как царапины, вмятины и иные повреждения, продавец должен перечислить их все в товарном чеке или договоре купли-продажи. Также в этом договоре должно быть прописано товар, новый или бывший в употреблении. Проблема. Вместо новой бытовой техники вы, по неведению, купили бывший в употреблении товар. Решение. Обратиться в отдел по защите прав потребителей администрации муниципального образования, обратиться к юристам, обратиться к продавцу с претензией, обратиться в суд. Представители Ейской администрации и полиция пообещали, что найдут предпринимателя Рощина и внимательно разберутся в проблеме пенсионерки Солдатовой. Горячая линия обязательно расскажет, чем закончилась эта история. Если вам нужна помощь и вы потеряли веру справедливость, звоните нам в программу «Горячая линия». Субтитры создавал DimaTorzok